Глава 38. Гог. В Танхума Ре-э 9 сказано. Вспомните, что сделал фараон, когда Израиль покинул Египет. И взял он 600 колесниц отборных и все колесницы Мицраима и предводителей над всем. Шмот 14.7. За каждым израильтянином гналось 30 человек. Какая сила, идущая с фараоном! Когда Израиль это увидел, он испугался. Сказано. Ангел Господошел. Шмот 14.19. Израильтяне спросили. Кто может устоять перед ними? Бог ответил. Я клянусь, что считаю всех их одним человеком и одной колесницей. Как сказано. Когда пришла лошадь фараона. Там же 15.19. Все они умерли в одно мгновение. Как сказано. Ты подул своим ветром, море накрыло их. Там же 15.10. Так же и в будущем Гог и Магог нападут на Израиль и тоже сгорят в одном огне, как сказано. Я накажу их мором, кровью и проливным дождем. То есть огнем. То есть огнем и серой. Ехэскель 38.22. В тот момент. В тот момент. Я возвеличу и освящу себя и прославлю среди многих народов. Там же стих 23. Горе глазам, видящим мессианские родовые муки, скорбь и беды, которые можно избежать, если бы мы только раскаялись. В трактате «Шаббат 118 алиф» мудрецы говорят. Кто совершает три трапезы в субботу, спасен от трех бед. Мессианских родовых мук, наказания в аду и войны Гога и Магога. О мессианских родовых муках сказано здесь «Ешь жертву в этот день» Шмот 16.25 и в другом месте «Вот я пошлю тебе пророка Элиягу перед приходом великого и страшного дня Господа» Малахия 3.23. О наказании в аду сказано здесь «День» и в другом месте «Тот день – день гнева» Цфания 1.15. О войне Гога и Магога сказано здесь «День» и в другом месте «В день прихода Гога» Ехескель 38.18. В трактате Шаббат 118 бет сказано «Раби Иуда сказал от имени Рава, если бы Израиль хранил первую субботу, ни один народ или язык не мог бы ими управлять». Сказано «В седьмой день некоторые люди пошли, чтобы собрать пищи, но ничего не нашли». Шмот 16.27 и затем «Пришел Амалек» там же 17.8. «Раби Йоханан сказал от имени Раби Шимона Бар-Йохая, если бы Израиль соблюл две субботы согласно Галахе, они бы сразу же были избавлены». Сказано «Ибо так сказал Господь о скобцах, которые хранят субботы мои» Ишаяху 56.4. «И затем «Я приведу их на мою святую гору»» там же стих 7. «Доверие к Богу – это фундамент народа и торы Израиля». Мы уже приводили цитату из Макот 24 Алиф. «Праведный будет жить своей верой» Хавакук 2.4. Единственная тема субботы – это вера в Бога, который создал Вселенную и управляет ею. Поскольку это так, еврею предписывается не бояться неевреев, но всегда полагаться только на Творца. Вера в Бога и доверие к Нему – не просто часть субботы, но также обязанность каждого еврея. Совершенно не важно, сколько у него денег, может ли он позволить себе три раза принять пищу в субботу или нет. Если он готов идти на жертвы ради веры в Бога, как во всемогущего царя, хранящего свой народ, он пожнет самую великую радость. Как говорят мудрецы, Шаббат 118 Алиф, 118 Бет. «Всякий, кто делает субботу радостный, будет награжден неисчислимым наследием. Желания его сердца будут исполнены». Только вера спасает Израиль от мессианских родовых мук, включая войну Гога. «Если Израиль не заслужит ускоренное, в кавычках, избавление, ему придется пройти через страдания». Мудрецы приходят к такому выводу на основании 15 главы Берешит Перкей-де-Раби-Элеезер, 28. Цитата. «Тройной» Берешит, 15-9. Комментарий. «Раби Мишаршия сказал, это будет тройным. Три раза народы возьмут власть над Эрецисраэль. В первый раз все народы возьмут власть самостоятельно. Во второй раз они сделают это попарно. В третий раз все будет действовать вместе, чтобы воевать против сына Давида, как сказано «Предстанут земные цари и властители». Таилим 2.2. Конец цитаты. Все это станет частью мирового коллапса, когда народы понесут наказание за мятеж против всемогущего Бога. Как уже говорилось, к мятежу их подтолкнет высокомерие. Однако и Израиль не избежит этой участи. Часть народа отвергнет свое ярмо и отречется от Бога. В Сифрии Аазину 318 говорится «Мы также находим, что в эру Машиаха Израиль восстанет именно тогда, когда будет наслаждаться миром и изобилием». О них сказано «Разжирел Ишурун, лягаться стал». Дворим 32.15 Комментарий «У человека был теленок. Он искал у него в шеи и удалял их и кормил его луком, чтобы он со временем пахал для него. Когда он подрос, он поместил на него ярмо, но тот прыгнул и сломал свое ярмо, повредив его деревянные прутья. Поэтому сказано «Ты сломал прутья из дерева». Ермиягу 28.13 Конец цитаты «Именно ереси богохульства поколения Машиаха ознаменуют конец дней». Об этом говорится в Писик Тарбати 15 «Раби Леви сказал «Если ты видишь, что одно поколение за другим богохульствуют, предвкушай поступ царя Машиаха». Откуда мы это знаем? Сказано «Так бесчестьят твои враги, Господи, бесчестьят пути твоего помазанника» Таилием 89.52 «После чего?» «Благословен Господь вовек! Амэн и амэн!» Там же стих 53 Конец цитаты «Богохульство народов будет таким сильным, что не прекратится даже после начала избавления» Сифри Аазину 333 Цитата «Допоют хвалу колено его народа» Дворим 32.43 Комментарий «Завтра, когда Бог принесет Израилю избавление, народы обнажат свой гнев перед ним» «Это будет не в первый раз, поскольку они делали это и раньше» Цитата «Народы услышали и прогневались» Шмот 15.14 «И Бог отомстит народам за это богохульство» В Писикта 17 сказано Цитата «Когда новость дойдет до Египта, они затрепещут при новости о Цор» Ешаягу 23.5 Комментарий Раби Элезер говорит «Каждое появление Цор с вав означает город Тир, а каждый Цор без вав означает нечестивый Рим» Раби Леви сказал от имени Раби Хамы из школы Раби Ханины «Тот, кто назвал первых, покажет и последних Как Египет был наказан с кровью, так же будет наказан и Эдом, как сказано Я явлю чудеса в небе и на земле, кровь и огонь» Иоиль 3.3 Как с Египтом Бог взял самого великого первенца и истребил их, так же и с Эдомом Бегемоты Реймин падут среди них» Ешаягу 34.7 Комментарий Реймин римляне роми им Конец цитаты Всемирный кризис и войны в ходе окончательного избавления повергнут весь мир в ужас Мудрецы говорят Песик Тарбати один Когда придет царь Машиах Раби Элазар сказал Перед наступлением эры Машиаха Десять мест будут поглощены Десять опрокинуты И десять истреблены Раби Хия Бараба сказал Царь Машиах придет только в поколение С лицом собаки Раби Элазар говорит В поколение достойное истребление Раби Леви сказал Перед наступлением эры Машиаха Великое событие обрушится на мир Конец цитаты Страны и народы ввяжутся в жестокие войны Рим, Персия и Ишмаильтяне Все будут воевать друг с другом И все вместе против эры Цисраэль Мудрецы говорят об этом так Йома 10 Алиф Раба Бархана сказал От имени Раби Йоханана От имени Раби Иуды Бен Раби Иллая В будущем Рим падет в руки Персии Это можно определить логически Если первый храм был построен семитами И разрушен вавилонянами А вавилоняне пали в руки Персов То тем более Учитывая, что второй храм был построен Персами Разрушен римлянами Римляне должны пасть в руки Персов Раб сказал В будущем Персия падет в руки римлян Комментарий Сын Давида не придет Пока нечестивая римская империя Не распространится на весь мир На девять месяцев Как сказано Поэтому он предаст их до времени Пока не родит имеющее родить Тогда остаток его братьев Вернется к детям Израиля Михей 5.2 Конец цитаты Как мало это время для Бога И как велико для Израиля Которого ждут Мессианские родовые муки Мудрецы говорят Перкей де Раби Элеезер 28 Авраам сидел с восхода солнца до вечера Подгоняя стервятников Своим шарфом Чтобы они не взяли вверх Смотри Берешит 15.11 Раби Элазар бен Азария Говорит Отсюда мы узнаем Что эти четыре державы Возьмут власть Только на один день С точки зрения Бога Раби Элазар бен Арах Сказал ему Точно так, как ты говоришь Ибо сказано Он сделает меня пустым И слабым на весь день Плачер Миягу 1.13 По сути, это будет продолжаться день Минус две части часа В доказательство рассмотрим Что когда солнце обращается к западу Две части часа перед заходом Мы больше не получаем от него света Так и перед наступлением вечера Давид, свет Израиля Расцветет Как сказано В вечернее время будет свет Захария 14.7 Конец цитаты Один Конец цитаты